Всем привет! Мы с Анатолием решили, что мы будем ввести новую рубрику «Уроки по самообороне». От Татьяны Межинцевой. Сегодня у нас первый урок «Освобождение от лучшезапястного захвата». Если меня схватили за левую руку, то я ставлю одноименную ногу вперед, то есть левую ногу вперед, чтобы меня никуда не утащили. Затем выворачиваю свою руку в сторону большого пальца, не в сторону четырех, потому что четыре пальца сильнее, чем один большой. И я выворачиваю круговым движением в сторону большого пальца и убегаю. Если меня схватили с другой стороны, то я делаю абсолютно то же самое. Вот так. Если меня схватили очень сильно, я никак не могу развернуть руку, потому что захват слишком сильный. Я берусь, сжимая кулак, берусь за ребра кулака и просто тяну руку резко на себя. Вот так. Чтобы мой локоть торчал в сторону Анатолия. И если меня схватили, есть еще второй вариант. Я не жимаю руку, не беру за ребра кулака, не выворачиваю руку, а просто бью коленом по его руке. То есть вот так. Если меня схватили за две руки, можно ставить ногу, какую вам удобно, но ни в коем случае не две ноги, а то вас просто тянут. Если вдруг меня схватили, я сжимаю кулаки и выворачиваю все в сторону больших пальцев. Круглым движением вот таким вот образом. Если меня схватили наоборот, то все то же самое, в сторону больших пальцев. Если меня Анатолий схватил двумя руками, я ставлю одну ненную ногу вперед, смотря какую руку вообще у вас схватили. Я сжимаю кулак, просовываю руку между двух рук Анатолия или человека, который его схватил. Берусь за ребра кулака, тяну резко на себя. Следующая ситуация, которую мы разберем, это толчок. Я толкаю Татьяну вперед. Если меня толкает Анатолий, то я, значит, отшагиваю назад, чтобы никуда не улететь. Накладываю свою руку на руку вашего соперника. Берусь тут над локтем, накладываю сверху руку и нагибаюсь вперед. Получается залом запястья. Я беру Татьяну за одежду. Я, значит, кладу свою руку, берусь за запястье Анатолия. И вторую руку я ставлю над запястьем Анатолия. Делаю шаг назад. Вытягивает мою ручку. То есть у него рука уже вытянулась. Затем делаю шаг сюда и просто делаю, как рычаг или залом руки. Рычаг локтя получается. Если вдруг вы схватили за плечо сзади, что вы делаете? Делаете круговое движение рукой, чтобы она прошла вот так. У вас, получается, рука должна быть над локтем. Ну, ближе к подмышке, наверное. Сжимаем руку в кулак. Беремся за руку кулака и тянем просто на себя. Возникает болевой прием на локтевой и плечевой сустав. Это не особо приятно. Если рука у меня выпрямляется в этот момент. Если вдруг у Анатолия выпрямилась рука в этот момент, ничего страшного. Мы беремся за руку кулака и делаем просто такую подножку. Анатолий падает вперед, не надо падать. Со сломанной рукой. Потому что тоже не особо приятно. Я лечу вперед. Вот такой вот урок по самообороне у нас с Анатолием получился. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. До следующих тренировок. Субтитры сделал DimaTorzok